Здравствуйте! С вами дежурная часть. Мы знакомим вас с оперативной обстановкой на территории Республики Абхазия за период с 29 апреля по 6 мая 2011 года. 30 апреля в Управлении Госавтоинспекции состоялся строевой смотр. 30 апреля в здании Управления Государственной Автоинспекции состоялся строевой смотр 1-й роты батальона Управления ГАИ Министерства Внутренних Дел Республики. О готовности проведения строевого смотра командиру батальона Министерства Внутренних Дел Ганба доложил заместитель командира батальона подполковник милиции Чачхалия. Готовность к несению службы сотрудников, их внешний вид, экипировка проверена начальником Управления Госавтоинспекции Ажеба, в котором отмечено, что сотрудники милиции подготовлены к несению службы. 3 мая в Министерстве Внутренних Дел состоялось совещание. О результатах проведенных оперативных мероприятий сотрудниками милиции за прошедшую неделю доложил исполняющий обязанности заместителя начальника штаба Министерства Внутренних Дел Республики, подполковник милиции Харабу. О сложившейся оперативной обстановке по Республике за указанный период времени доложил начальник Управления Уголовного Розыска Министерства Внутренних Дел полковник милиции Ажеба. Далее на совещании заслушаны руководители гора органов. Министрам акцентировано внимание на совершенных нераскрытых преступлениях. Им отмечена необходимость исполнения всех намеченных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, с целью осуществления которых руководителям центрального аппарата следует еженедельно проводить заслушивание по выполнению комплекса ранее запланированных мероприятий. При этом успех работы, сказал министр, зависит от правильной организации труда личного состава и взаимодействия между службами. О проведенных и запланированных мероприятиях, направленных на охрану общественного порядка на территории республики, доложил начальник милиции общественной безопасности Министерства Внутренних Дел полковник милиции СМИР. При этом им отмечено, что все мероприятия проводятся по намеченным планам при взаимодействии служб милиции общественной безопасности. Далее на совещании решались организационные вопросы, вопросы, касающиеся дисциплины сотрудников милиции, и задачи, поставленные министром перед руководителями Центрального аппарата Егора и органов по организации работы с веренным им личным составом, подготовки к несению службы в курортно-летний сезон. С 15 мая сотрудники милиции переходят на усиленный вариант несения службы до особого распоряжения Министра Внутренних Дел республики. Гагарский район. 3 мая в дежурную часть Бзыбского ОВД с заявлением по факту кражи личного имущества обратилась гражданка Российской Федерации, временно проживающая в городе Гагра. Примерно в 18 часов в поселке Бзыбь напротив ресторана Бзыбь из автомашины «Тойота», принадлежащей знакомому заявительнице, гражданину Российской Федерации, неизвестным проникшим в салон автомашины путем разбития стекла задней правой двери, совершена кража сумки потерпевшей. В сумке находились два паспорта, водительское удостоверение, кредитные карты, сотовый телефон и денежные средства в сумме 51 тысячи рублей и 3 тысячи долларов США. Намеченные проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление задержания преступника, а также на обнаружение похищенного имущества. Город Сухум. В маршрутном такси, следовавшем по маршруту центральный рынок Келосур, 29 апреля неизвестно совершил кражу денежных средств в размере 23 500 рублей. У гражданина России, временно проживающего в городе Сухум. Намеченные проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление задержания преступника. Следствие ведет следственный отдел. В этот же день, в 22 часа 35 минут, в городе Сухум, в одной из квартир дома по улице Налыпы, обнаружен труп жителя данной квартиры с огнестрельным ранением в голову. Следствие ведет прокуратура. 2 мая, примерно в 20 часов, в городе Сухум, гражданин Бацко Павел Станиславович, 1979 года рождения, житель города Сухум, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей ссоры из охотничьего ружья нанес огнестрельные ранения в область головы и живота своему отцу, проживающему совместно с сыном. Потерпевший от полученных ранений скончался. Бацко задержан и во дворе ВВС. Охотничье ружье изъято. Следствие ведет прокуратура. Сухумский район. Примерно в 23 часа 29 апреля в селе Гумиста в районе Учхо строя неизвестных пусть исследования на автомашине Ауди-80, такси фирмы ООО «Элегант» под управлением жителя Гулирибческого района, применив физическую силу в отношении водителя, отобрали автотранспортное средство и скрылись в направлении села Нижняя Шера. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками ОВД установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Пачулия Анри Борисович, 1992 года рождения, житель города Сухум. Котуа Тимур Кочаевич, 1991 года рождения, житель поселка Цандрипш, Гагрского района. Идашелия Динар Миронович, 1991 года рождения, житель села Джирхва, Гудаутского района. Автомашины в аварийном состоянии обнаружены в селе Нижняя Шера. Материал передан в военную прокуратуру. Очимчирский район. 29 апреля в 15 часов в селе Елыр двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетом, совершили разбойное нападение на гражданина Республики Казахстан, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур на арендованных земельных участках в указанном селе. В результате разбойного нападения преступники завладели денежными средствами в сумме 23 тысяч рублей, мобильными телефонами, мужскими наручными часами и опрыскивателями удобрений в количестве двух штук. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками Чемчирского РУВД установлены и задержаны жители села Пшап Гулирипшского района Хаджимба Аслан Сергеевич, 1990 года рождения, и Гогия Томас Зурабович, 1993 года рождения, у которых обнаружены изъяты, похищенные вещи, а также травматический пистолет системы Макаров. Задержанный во двориной ВВС. Следствие идет в следственной группе РУВД. Информация в отношении лиц задержанных за употребление наркотических средств. 28 апреля в ходе проведения профилактических мероприятий с сотрудниками АБНОН Управления уголовного розыска Республики в селе Отобая Галского района задержан житель данного села Парулуа Марлен Нукзарович, 1974 года рождения, который находился в состоянии наркотического опьянения наркотическим веществом марихуана, что подтверждается актом медицинского освидетельствования. По постановлению суда города Гал задержанные подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. 3 мая в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РУВД задержан Герзмава Ради Ленгович, 1986 года рождения, житель города Гудаута. Согласно актом медицинского освидетельствования, находящийся в состоянии наркотического опьянения наркотическим веществом марихуана, судом города Гудаута последний подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. 3 мая сотрудниками отделения милиции Мюсера к подозрению в употреблении наркотических веществ задержан Цулуки Ахра Джамбулович, 1985 года рождения, житель города Сухум, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Судом Гудаутского района задержанный подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. 4 мая сотрудниками уголовного розыска УВД города Сухум по подозрению в употреблении наркотических веществ задержан Хубутя Алхас Анатольевич, 1976 года рождения, житель города Сухум, который от медицинского освидетельства не отказался. По постановлению Сухумского суда подвергнут административному наказанию в виде штрафа. С целью обеспечения охраны безопасности дорожного движения и выявления нарушителей среди участников движения на перекрестках дорожного регулирования уже на сегодняшний день частично установлены камеры видеонаблюдения. Комментарии нам дает заместитель начальника управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики подполковник милиции Валерий Трапш. На сегодняшний день руководством нашего государства и МВД уделяется огромное внимание профилактике безопасности на дорогах. В связи с чем за последние дни были проведены спецмероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, что впоследствии влияет плохо, неблагоприятно на общую дорожную обстановку. Значит, мероприятия, направленные по выявлению данных нарушителей, были проведены нами в городе Сухум и в городе Гага. За эти два дня сотрудниками ГАИ было выявлено более 100 нарушений правил дорожного движения, попытаясь немножечко разъяснить, в каком порядке это было сделано. Значит, частично на перекрестках, пока еще, к сожалению, не на всех, установлена видеофиксация, по информации которой мы потом отрабатываем данный транспорт, разговариваем с водителями, изымаем у них документы за нарушение, объясняем им существо их нарушения, и они впоследствии несут административное наказание. Водитель может быть подвергнут административному штрафу, либо направлен материал на переэкзаменовку, на сдачу правил дорожного движения, на знание водителям правил дорожного движения. В ближайшее время руководством страны и МВД планируется приборы видеофиксации установить на всех регулируемых светофорных перекрестках. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к автолюбителям нашим и напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Мы, в свою очередь, желаем всем участникам дорожного движения легкой дороги. И еще раз напоминаем, что все действия, предпринимаемые правительством, Министерство внутренних дел Республики направлены на вашу безопасность на дорогах. В ходе проведения профилактических мероприятий на дорогах Республики с 29 апреля по 6 мая 2011 года сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения составлено 237 протоколов. Из них за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии оштрафованы. Арсалян Самуил Сетракович, Тодуа Давид Борисович, Шармат Беслан Автамдилович, Джикерба Астамур Шутиевич, Хамалян Хачик Петросович, Фетаглы Леонид Халимович, Чкотуа Виталий Алексеевич, Тарба Нудар Акакевич, Тарасян Ливон Ливонович, Шинкуба Инал Утаревич, Хакба Денис Рустамович, Аргун Беслан Константинович, Зантария Денуар Чичикович, Кондакчан Роберт Даниелович. Также во время проведения профилактических мероприятий на территории гора и органов внутренних дел составлено 6 протоколов за нарушение паспортного режима. Для установления личности в горы и органы доставлено 23 человека. За указанный период времени на дорогах Республики Абхазия совершено 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 1 госпитализирован. 28 апреля в одной из средних школ Абхазии проведена викторина по безопасности дорожного движения. В нашей передаче регулярно поднимается тема безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий. В 2010 году вышло в свет пособие «Безопасная дорога» для общеобразовательных школ Республики Абхазия. Учебное пособие подготовлено к их зданию под общей редакцией начальника управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Ажеба Рауфа Алексеевича. Разработанное учебное пособие иллюстрировано и доступно в изучении для учеников начальных классов. Такое пособие разработано в целях изучения правил дорожного движения среди учащихся начальных классов, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся. 28 апреля в средней школе номер 5 имени Эшба расположенной в Сухумском районе администрации школы с учениками третьих классов проведена викторина, направленная на получение знаний школьников начальных классов в области правил дорожного движения. В виде игры преподавательский состав знакомит учеников с требованиями, предъявляемыми пешеходам, пассажирам, велосипедистам, прививает навыки правильного поведения на улице и в случаях дорожно-транспортного происшествия, формирует умение понимать сигналы светофоров и регулировщиков, знакомит со значением важнейших дорожных знаков и т.д. Чем меньше возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется словесной информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин. У младших школьников довольно рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребенка. С другой, необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. В своей студии была Мадина Джопуа. Передача подготовлена Пресс-служба Министерства внутренних дел. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова